Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин сегодня в выпуске. Недолго думая, казахстанский парламент принял 26 поправок Конституции за 23 минуты. Мы взяли за основу все предложения Ельбасы на Султана Абишевича Назарбаева и приняли все изменения в Конституции. Я поздравляю всех с этим историческим моментом. Резать по-живому. Муниципалитет Алма-Ате отчуждает в пользу города 26 участков, по которым пройдет новая магистраль. Что будет с имуществом владельцев, непонятно. По тесному самому душу верите, что все в порядке, что не обманут, что не обманут. С трудом. Цензура в интернете. В Кыргызстане популярных блогеров хотят приравнять к СМИ со всеми вытекающими ограничениями. Борьба с терроризмом или ущемление свободы слова. У нас свобода слова, и это, наверное, напрямую замечательство лечения жизни. Бизнес на детстве. В Украине за содержание одного ребенка в детдоме семейного типа плавят 100 долларов. Как нечистые на руку люди смогли детское несчастье превратить в сомнительный бизнес. Свои выглядят, упитанные, красивые детки, хорошо одеты. У этих всегда бомжевский вид ужасный. В Казахстане в очередной раз внесли изменения в Конституцию. На этот раз в рекордно короткие сроки. Депутатам понадобилось 23 минуты, чтобы единогласно принять 26 поправок. Казахстанские эксперты назвали принятые изменения косметическими, которые никак не повлияют на демократические преобразования в стране. Что изменилось в главном законе Казахстана? В репортаже Айнур Коскиной. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, мы взяли за основу все предложения Ельбасы Нурсултана Набишевича Назарбаева и приняли все изменения в Конституцию. Я поздравляю всех с этим историческим моментом. За 23 минуты парламент Казахстана принял во втором чтении 26 поправок в 19 статей Конституции. От президента правительства передается полномочия по утверждению государственных программ. Исключено право президента отменять либо приостанавливать действия распоряжения правительства и премьер-министра. Тем самым всю полноту ответственности за свои решения будет нести само правительство. Право формировать Кабмин отдано парламенту, но по согласованию с президентом. Также отныне депутаты двух палат имеют право выражать недоверие министрам. Парламентарии пообещали не начинать политический террор. Такая шутка звучала, что всем депутатам уже раздали шашки для того, чтобы рубить голову направо-налево. Опять же, в таких процессах не должно быть компанищен. Изначально изменения, инициированные президентом, предполагали 23 поправки. Но парламентарии добавили немного от себя. В частности, лишение гражданства осужденных за террористические акты. Признание неконституционными любые действия, которые нарушают межконфессиональное согласие. Но больше всего депутаты родились за закреплением неизменного статуса первого президента Ельбаса. Звучали даже предложения о переименовании Астаны в честь Нурсултана Назарбаева. Но немного подумав, депутаты решили, что это прерогатива муниципальных властей столицы. Все, что мы создали, это все построено на тех принципах, на том фундаменте, который заложен отцом-основателем нашего государства. Представители внесистемной оппозиции рвение депутатов не оценили. Целенаправленно создается культ личности. Культ личности, который был присущ правителям Советского Союза. Я в чем, несомненно, уверен, что будущие поколения, опять же, проведут ревизию. Из всех поправок, предложенных Общенациональной социал-демократической партией Казахстана, во внимание приняли только одну 26-ю статью о правах на частную собственность. Оппозиция выступила против замены слова «граждане» Казахстана на слово «каждый». Члены партии, как и большинство казахстанцев, увидели в этой поправке правовую лазейку, когда иностранцы, покупающие недвижимость, со временем могли бы претендовать на оформление земли под строением в частную собственность. Однако основные предложения ОСДП так и остались незамеченными. Выборность Акимов – это однопалатный парламент, причем он должен формироваться наполовину по пропорциональной системе, половину по одномандатной мажоритарной системе, плюс гарантия прав мирно и без оружия собираться. В общей сложности перераспределено 35 полномочий президента. За ним остается право личным указом назначать только трех министров – иностранных дел, обороны и внутренних дел. Впервые за много лет в Конституции прописали, что глава государства обязательно должен иметь высшее образование. Одна из поправок гарантирует приоритет международных договоров, ратифицированных республикой перед национальными законами. В Конституции закрепили статус Международного финансового центра «Астана». Под изменение Конституции нужно будет очень много нормативных и регламентирующих актов прописывать, для того чтобы это стало нормально. Я думаю, что при том темпе, который глава государства нам задает, я думаю, в течение месяца эти все вопросы будут решены. Через пару часов после единогласного принятия закона об изменениях Конституции, проект был направлен в Конституционный совет. Айнур Коскин, организатор спанов, в настоящее время. Депутаты Кыргызского парламента намерены создать список популярных местных блогеров и ввести для них ограничительные правила. За их несоблюдение предлагается солидный штраф. Интернет-общественность государственную инициативу раскритиковала. Депутаты отступили, но обещали вернуться. Шавкат Тургаев с подробностями. С момента публикации спорного документа не прошло и трех дней, но благосфера Кыргызстана уже успела закипеть от негодования. Популярным блогерам, да и обычным пользователям социальных сетей явно не понравилось, что власти собираются контролировать их публикации в интернете. У нас свобода слова, это, наверное, напрямую вмешательство в личную жизнь. Одно дело контролировать страницу смешников, да, каких-нибудь там, я не знаю, но уже влезать на личную страницу и говорить, что писать, что не писать, мне кажется, это уже все-таки перебор. Я бы не хотел, чтобы в соцсетях меня в чем-то ограничивали, там, в словце. Если я не проверил инфу и сделал пост, поверьте мне, в комментариях расскажут, что я идиот, что я сделал, что это не то написал. Я прямой-то и скажу, да, извините, я ошибся. Если бы законопроект был уже принят, то активного пользователя в Facebook Никиту Тарасенко наверняка бы оштрафовали. На своей странице об инициативе народоизбранников он оставил гневный пост, приправить текст сочным русским матом. За нецензурную лексику бы и осудили. Еще власти хотят наказывать за распространение недостоверной информации, призывы к экстремизму, терроризму и многое другое. Там вроде было написано, что пользователь обязан настоящее имя, фамилию писать. И вроде еще адрес электронной почты указывать. Как они узнают, настоящий ли человек это или нет. К примеру, как они заставят написать. Если я создаю фейковый аккаунт, набираю, мне тысячу друзей быстренько очень набрать. И начинаю там какие-то посты экстремистской направленности делать. Как они узнают, фейковый мой аккаунт или не фейковый. Юристы уже успели проанализировать текст документа и обнаружить. Закон практически полностью списан с российского. Тексты абсолютно идентичные. Абсолютно идентичные. То есть, здесь надо рассматривать так, что это была калька с российского закона. И авторы законопроекта абсолютно не учли особенности использования сети интернет в республике. Ну и другие особенности, которые связаны с нашей системой политической, связанной с Конституцией. Я считаю, этот закон, вот он сейчас в России с 2014 года работает, и он является очень хорошим инструментом для политического преследования. Я думаю, и в нашей стране он будет использоваться именно как такой инструмент. Инициаторы законопроекта, защищая свое детище, говорят, что прежде всего хотели оградить людей от большого потока лживой и фейковой информации. Но как это все работало бы на практике, в законе прописать забыли. Мы пытались этим законопроектом, скажем так, обеспечить какую-то информационную, наверное, безопасность. Чтобы, в общем-то, повысить, может быть, даже ответственность при подаче, при передаче информации. Оградить наших граждан от недостоверной информации, от заведомо лживой информации, которой сегодня, скажу откровенно, очень много. Побоявшись гнева народного, депутаты и сами признали, документ слабый и требует доработки. Есть сырые места. Мы это сегодня признали. Мы восприняли информацию, которая сегодня идет от общества. Поэтому пока приняли решение отозвать. Алтына Мюрбекова недвусмысленно дала понять. Отозвать не значит полностью забыть. Дискуссии на эту тему будут продолжены. И к принятию этого закона парламент, по всей видимости, еще вернется. Шавкат Тургаев, Азат Натымаков. В настоящее время Бишкек. Кыргызстан. Власти Алматы начали строительство новой дорожной развязки через частный сектор. До конца года под снос пойдут 26 домохозяйств. Их владельцам пока сумму компенсации не сообщили. Поэтому никто не знает, что ждет их в будущем. Дмитрий Беляков продолжит. Раньше здесь много было идти. Вот здесь склады были, здесь автопарк. Когда мы работали, мы вообще за счет автопарка раньше проходили. Водители ходили? Да, водители ходили. Марат Усурбаев купил эти 4 сотки земли 17 лет назад. Участок планировался под семейный бизнес. Жена Марата открыла здесь небольшую столовую. За годы наработалась постоянная клиентура. Недавно Марат получил предписание, что строение подлежит сносу из-за строительства новой дорожной развязки. По закону компенсация за бизнес выплачивается, если он работает последние три года. Однако в прошлом году в столовой случился большой пожар. Поэтому некоторое время ушло на восстановление. Сейчас Марат опасается, что ему не выплатят достойную компенсацию. И бизнес придется закрыть. Конечно, хочем продолжать, открыть в другом месте. Хотим работать. Государству пользу приносить. Детей на ноги поднимать. У меня четверо детей. Старший уже взрослый, военный. Работы над строительством новой развязки уже стартовали. Одна из центральных магистралей Алма-Аты, улица Фурманова, должна соединиться с улицей Жан-Сугурово для разгрузки нижней части города. Сейчас их разделяют железнодорожные пути, над которыми построят эстакаду. Сроки короткие. Объект должен быть готов к концу 2018 года. В постановлении мэра Алма-Аты, опубликованном в официальных СМИ, полный список участков – 26 домохозяйств. В сообщении указывается, что земельные участки будут принудительно отчуждены для государственных нужд. До 31 декабря 2017 года. Соседи тоже сами маятся, сами в страхе, можно сказать. Потому что кто говорит нормально выплатят, кто говорит ненормально выплатят. Конкретной информацией хозяева отчуждаемых участков не владеют. Пока что их только навестили оценщики и сфотографировали все имущество. Однако в управлении земельных отношений жителям сказали, что может быть выплачена сумма, указанная в договоре купли-продажи. Виталий купил этот дом 6 лет назад в черновой отделке. Курс доллара тогда был в два раза ниже. Вложения в ремонт и отделку увеличили стоимость объекта как минимум в два раза. Единственный доход семьи Алуевых – это продажа автозапчастей. Контейнеры с ними и небольшой магазин расположены прямо на участке Виталия. Он с досадой говорит, что его дело только-только встало на ноги. А теперь, похоже, все придется начать сначала. То, что ИП, например, у меня официально оформлено, то есть за это, по-моему, ничего не учитывают даже. Хотя я вот тоже думаю, снесут, куда идти. Это надо новое место искать. Новое место я искал там. Ближайший дом, какая-то Хибара, две сотки там со старым домиком. 55 тысяч долларов отдают в нашем районе. Толком ничего не купишь. Это надо все по новой начинать. На каждом из 26 участков свой дом и своя история. Олег Васильевич Терентьев живет здесь с 1962 года, а его супруга и вовсе с рождения, с 1940. В небольшом доме в 50 квадратов пенсионеры живут вместе с семьей сына. Уезжать отсюда они никогда не хотели и даже не могут представить себе грядущий переезд. По честному, сами-то в душе верите, что все в порядке, лучше не обмануть, что там, пацанус, нормальный? С трудом. Почему? Потому что сколько вот слышали, сносили, там дорогу отстроили, люди были не особо довольны. Или как они сходились, я не знаю. Сейчас хозяева отчуждаемых участков живут в ожидании встречи с главой района. Она должна состояться после того, как пройдет оценка имущества. Что дальше, непонятно. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Азия. В московском аэропорту Шереметьево уже третий месяц живет женщина из Кыргызстана. Вместе с 17-летней дочерью она не может вернуться на родину. Почему они оказались в такой ситуации, выясняла Джбек Бегалиева. Эта история очень похожа на сюжет известного голливудского фильма. Гулькан из Ожской области Кыргызстана третий месяц вместе с дочерью живет в аэропорту Шереметьево. Как вы здесь живете? Как живем? Покупаем и приносим хлеб. Мы два месяца работали в городе. У нас была подработка. Правда, в отличие от героя американской картины, Гулькан может покинуть аэровокзал в любую минуту. Но ни билета в Кыргызстан, ни денег на то, чтобы остаться в Москве у женщины нет. По ее словам, деньги, которые она заработала, ей не возвращает некий гражданин Таджикистана, бывший работодатель. Теперь она ждет, что российская полиция поможет вернуть ей эти средства. Вы так и будете дальше жить здесь, с 17-летней дочерью? Ну, мы надеялись, что наши деньги вернут. Но, может, вам следовало работать и параллельно ждать денег? Что вам говорят полицейские, работники аэропорта? Но от нас нет никакого вреда. Мы не воруем, не просим подаяния. Таксисты из Кыргызстана, работающие в аэропорту, предлагали женщине помощь. Но принимать ее Гулькан почему-то отказалась. По словам женщины, она продолжит оставаться в Шереметьево до тех пор, пока ей не вернут деньги. Дебек Бегалей, Валазат Токрбашева. Настоящее время. Москва. Далее в программе. Бизнес на детстве. В Украине за содержание одного ребенка в детдоме семейного типа платят 100 долларов. Как нечистые на руку люди смогли детское несчастье превратить в сомнительный бизнес? Свои выглядят убитанные, красивые детки, хорошо одетые. У этих всегда вам жесткий вид ужасный. Посол Северной Кореи выслан из Малайзии. Причиной стали его высказывания по поводу расследования убийства Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР, который малайзийские власти расценили как оскорбительные. Дипломат, в частности, заявил, что власти Малайзии находятся в сговоре с некими внешними силами и результатам расследования доверять нельзя. Эти слова вызвали негодование премьер-министра страны Наджи Баразака. Если они выдвигают необоснованные обвинения, они должны извиниться и публично отозвать свои заявления. Если они отказываются это сделать, то мы объявляем их персонами Нонграта. Напомним, что Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По версии следствия, он был отравлен сильнодействующим веществом VX. За нападением, как полагают следователи, стоят агенты спецслужб КНДР. Тем временем, в самой Северной Корее продолжаются ракетные испытания. Как заявили власти Японии, 6 марта КНДР запустила 4 баллистические ракеты в направлении японских островов. Южная Корея и Япония вновь призывают к принятию жестких ответных мер. Подробности в репортаже Reuters. Северная Корея утром в понедельник произвела 4 запуска баллистических ракет. Три из них пролетели около тысячи километров и упали в прибрежных водах Японии. Тип ракет до сих пор не определен, но эксперты считают, что, скорее всего, они не были межконтинентальными. Премьер-министр Японии Синдзо Абе осудил действия Пхеньяна и заявил, что они нарушают резолюцию Совбеза ООН. Эти запуски ясно показывают, что Северная Корея представляет собой совершенно новый уровень опасности. Власти Южной Кореи также осудили запуски. Исполняющий обязанности президента Хван Ги Ан призвал разместить на территории страны американскую систему противоракетной обороны, вызывающую протест не только в Пхеньяне, но и в Пекине. «Мы должны как можно скорее завершить развертывание системы ПРО, чтобы обрести защиту против северокорейских ракет и ядерного оружия». В последние месяцы КНДР регулярно осуществляет запуски баллистических ракет, что вызывает серьезную обеспокоенность у соседей, в первую очередь Японии и Южной Кореи. Ранее северокорейский лир Ким Чен Ун пообещал принять, цитата, серьезные ответные меры, после того, как на минувшей неделе начались совместные учения военнослужащих США и Южной Кореи. В Пхеньяне маневры считают подготовкой к войне против КНДР. Украинские власти предложили своим гражданам за деньги брать под опеку детей из детдомов. За каждого приемного ребенка государство выплачивает 100 долларов. Количество желающих приютить сирот резко увеличилось, но, как выяснилось, сердобольность здесь ни при чем. Ольга Калиниченко подробнее. Ребенок должен жить в семье. В Украине сокращают интернаты и популяризируют детские дома семейного типа. Вместо заботы о детях, воспитания сирот, система интернатов в большинстве случаев воспитывает социально неадаптированных подростков, считают психологи. Очень часто в своей работе я общаюсь с выпускниками интернатов. Они все жалуются, что их труд использовали. И это не просто что-то подмести, это тяжелая работа, например, на огороде директора или на стройке. Я встречал детей, которые имеют инвалидность, потому что их жестоко эксплуатировали в интернатах. Согласно государственной программе наставничества, каждый, у кого есть возможность и желание, может взять приемного ребенка на воспитание. Важно, что для этого необязательно ребенка усыновлять. Достаточно организовать детский дом семейного типа. Это просто бизнес. Волонтеры говорят, что в таких детских домах не всегда ребенок получает опеку. Часто сирот устанавливают, чтобы получить бесплатную рабочую силу. Одна из таких семей живет в частном секторе поселка. В семье трое родных детей и семеро приемных. К ним мы и приехали. Все каникулы зимние, в сосне, пилят дрова. Не только себе, но и ее сыну. Летом огород весь на них. Они очень вонючие. Детей с утра подымают и заставляют чистить сарай. Приемные детей, не своих. Свои выглядят, упитанные, красивые детки, хорошо одетые. У этих всегда бомжовский вид, ужасный бомжовский. О проблеме в семье рассказывает и директор школы, где учатся эти дети. Он ко мне пришел, разодранная старая футболка, штаны отрезанные босой. Я его обула в чистое и позвонила в комиссию. Приехали они, сидели вы тут. И все им Лешка рассказывал, что своих они не заставляют делать, а их заставляют, что своим разрешают, а им ничего. Но дальше разговоров дело не зашло, говорит Людмила. Никто из департамента соцзащиты не провел проверку в детском доме. На фоне постоянного сокращения социальных работников, сокращения службы по делам детей, сокращения книг зарплат у нас происходит в регионах Украины ужасающая ситуация. Очень часто мы встречаем таких детей из приемных семей. В санаториях круглый год. Туберкулезный, сколиозный, психоневрологический санаторий. Ну правильно, потому что денежка капает им. В санатории дети находятся на полном государственном обеспечении. Причем доходят уже до ума попрачительства. До того, что дети даже приезжают туда раздеты. Защищать детей, лишенных родительской опеки, ранее должна была прокуратура. Но после реформы ювенальные полномочия с нее сняли в пользу соцслужб. Теперь, говорят в прокуратуре, ребенок, чьи права нарушены, должен сам защищать себя. Интересы несовершеннолетних в случае конфликта с родителями или еще что-то могут представлять соцслужбы. Это их сейчас основная обязанность. По официальным данным, на 100 тысяч детей, лишенных родительской опеки, 5000 соцработников. А из пяти проверенных нами семей, только две жили по указанному в документах адресу. Ольга Калинченко, Илья Никонов. Настоящее время Харьковская область. Жители таджикской столицы примерили кимоно. В Душанбе в пятый раз состоялся фестиваль японской культуры. Гости своими руками складывали оригами, создавали цветочные букеты и кибаны и смотрели аниме. С экзотическим искусством познакомился и наш корреспондент Анна Шервонарипов. Сразу за входом на выставку посетители примеряют традиционный японский наряд кимоно. Причем женские, в отличие от более аскетичных мужских, сделаны из дорогих тканей и украшены ручной вышивкой. Их стоимость может достигать 60 тысяч долларов. Походить в традиционной японской одежде было интересно не только молодежи и подросткам, но и взрослым, которые до этого не сталкивались с культурой страны восходящего солнца. Понравилась каллиграфия и одежды их национальные. Но в основном еще игры у них есть забавные, там, а для детей. А это японское эклектическое письмо. Чтобы освоить это искусство, нужны годы. Но написать свое имя можно научиться и за несколько минут. Особый интерес посетителей – это древнее японское искусство изготовления фигурок и символов из бумаги – оригами. Ори – сгибать, гами – бумага. И новый вид японского искусства – мультипликация аниме. В этом фильме рассказывается, как благодаря оригами, несмотря на все препятствия, встретились два любящих сердца. Специально приглашенная из Ирана мастер оригами провела занятие, где учила всех желающих делать простейшие фигурки из бумаги. Ну, мне интересно и оригами, и кибано. Кибано я занимаюсь уже давно, мне это очень нравится. И еще бы я хотела посмотреть просмотр фильма японского. Самым маленьким посетителям пришлись по душе игрушки. Оказывается, японские дети играют почти тем же, что и все их сверстники в Таджикистане. Деревянные молоточки, юла, детская кухня и куклы. Культуру Японии невозможно представить без восточных единоборств. Их демонстрировали таджикские спортсмены. Представители таких распространенных видов, как карате, айкидо, дзюдо, насчитывающие десятки тысяч последователей в республике и более экзотичные, вроде сумо. И первый раз участвовали в Таиланде чемпионате Азии. И потом пошло 2004 на чемпионатах мира Азии во всех, в Америке, в Италии, всю Европу участвовали. Наши ребята много с медалями приезжали. Фестиваль японской культуры проходит в стране в пятый раз. И количество посетителей говорит о том, что интерес к ней лишь растет. За последние годы японский язык стали преподавать в нескольких вузах страны. Однако массового наплыва студентов на эти программы нет. Японский учат в основном поклонники необычной культуры этой страны. Все больше таджикистанцев, в особенности молодежи, учат японский. Я думаю, что курсы японской культуры – это то, что появится в будущем. Конечно, язык – это часть культуры. И если люди учат язык, они изучают культуру. Но все же отдельные курсы культуры нужны. Это мое личное мнение. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Азия. Таджикистан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!